Забралась на башню, прыгнула в море и утонула. Вот такая печальная история у девичьей башни. Хотя она не отвечает на вопросы, когда, кем и для чего построили это сооружение. Загадочная башня теперь музей, как и роскошный дворец Шерваншахов. Это целый ансамбль зданий. Самое главное, собственно, дворец. Строил его в 15 веке шах Ибрагим I Халилула, союзник самого Тамерлана. Дворец двухэтажный. На нижнем жили слуги, держались припасы, а господа размещались наверху. Связь между этажами поддерживалась через вот такие вот отверстия. Халвишер ваншаху! Халвишер ваншаху! Халвишер ваншаху! Сейчас принесем! Несите быстрее! Акустика во дворце такая, что, мне кажется, никакие дыры не нужны. Сказал, крикнул, а тебя весь в боку слышит. Эгэгэй! 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 Аллаху Акбер, дуаэт ятма, Аллах велик, молись не спи. Культовые сооружения и в старом городе имеются, и в новом мимо них не пройдешь. Это не только мечети. Есть лютеранская кирка, православные храмы. 72 национальности в Баку. Русских 6,5%. Сейчас в Баку три православных храма, один из них храм Рождества. Бакинцы всегда были людьми веротерпимыми, за что им большое спасибо. Мерси Баку! Так здесь говорят иногда. За последние годы в Азербайджане построено и реставрировано около 1200 мечетей. Мусульман в стране подавляющее большинство, но Азербайджан был и остается государством светским. В Баку впервые на мусульманском Востоке открыли консерваторию, поставили оперу и балет. Первый балет, кстати, назывался «Девичья башня». Печальную историю с ней связанную я вам рассказал. Интересно, что сейчас дают в местном театре оперы и балета. Но моих более чем скромных знаний азербайджанского не хватит, чтобы прочитать эту афишу. Извините, пожалуйста, можно вас на секундочку? Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго, пожалуйста. Спасибо. Я не ошибаюсь. Да, не ошибаетесь. Вы наш зритель. Можете мне помочь прочитать вот афишу вот эту? Здесь у нас есть опера Узера Гаджебекова Лили Меджину. Угу. С участием заслуженной артистики Азербайджана Юлистан Алиевой и солистом Сабухи Ибаевым. Угу. Опера, наверное, про любовь. Про любовь. А скажите, пожалуйста, ТЗ Базар отсюда далеко? Рядом в государственной цирке. А цирк-то, кстати сказать, первыми на Востоке тоже построили азербайджанцы. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Хороший день. Вам удачи. Спасибо. Не, спасибо. Мне икра нужна. Икра. Много товаров съедобных и нет продается на бакинском рынке. Но меня, как, наверное, любого россиянина, больше интересует гора Кюря, черная икра. Сейчас узнаем, сколько эта гора Кюря стоит. Здравствуйте. Есть черная икра у вас? Дадите попробовать? С ножа нельзя, но все равно. Хорошая икра. И не соленая, и не пресная. Малосоленая. Малосоленая. А вы ее в Москву поставляете? Да. Поставляете? Ну, как, плед покупает. Ага. Сколько же стоит баночка? 50 монат. 50 монат. Это 100 грамм, да? Да. А из Азербайджана можно вывозить 200 грамм. 200 грамм. 50 монат одна банка, мне нужно две банки, это 100 монат. Килограмм будет, значит, стоить где-то 500 монат. Это примерно 14 тысяч рублей. Очень приемлемые цены, если учесть, что в Европе и США килограмм икры стоит от 4 тысяч долларов, а у нас в России, я не знаю, я не ем в России икру черную, а до 25-30 тысяч. А, полторы-две, даже дороже. Здорово. Так, тогда мне закатайте сразу две банки. В Баку я не встречал человека, который не говорил бы по-русски. Это приятно. На самом деле, очень приятно находиться в стране с такой богатой историей, культурой. Здесь есть что посмотреть, есть что показать и есть что попробовать. Спасибо. Можете не пересчитывать. Спасибо. ПОСПИТИВАЮТСКИЙ ТАКСИ ПОСПИТИВАЮТСКИЙ ТАКСИ Субтитры подогнал «Симон»